Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Доброго здоровьица! Танюша, видишь, прекрасная роза. Да, очень красивая. Где взяли? Где взяли? А знаешь вообще, роза – это шиповник. Ну, то, что роза и шиповник – родственники, я, конечно, знаю. Розу люблю, как многие женщины, и я, между прочим, делаю из нее, привет, розовую воду. Розовую? Да, потом это замораживаются, и кубиками, ну, не каждый день, целый год, не 365 дней. Но, да, делаю, особенно в летнее время. И, конечно же, шиповник вот пьют все, но многие, и я к ним отношусь, ленятся. Я очень хочу, да, чтобы мы сегодня поговорили, вы поговорили, и я узнала, и зрители узнали такого о шиповнике, чтобы вдохновило меня на то, чтобы пойти, в конце концов, и купить уже правильный термос, и пить правильный напиток. Тем более, идем в холод. Идем в холод. Действительно, для того, чтобы нам теперь преодолеть все эти холода, укрепить свой организм, очень хорошо использовать шиповник и боярышник. Вот, смотри. Ой, а чем они отличаются? Вот это кто, мелкий? Вот это мелкий, это как раз боярышник. Боярышник кроваво-красный. Вот он высох у нас. И этот... Мелкий такой. Да, да, да. Она в основном будет у нас поддерживать особенно сердце, работу нашего сердечка. А должен сказать, что зимой, вообще вот надо начинать с того, что функция сердца, она горячая. А зимой температура понижается, и оказывается, самое слабое сердце, это в январе. Поэтому хорошими такими теплыми напитками надо поддерживать работу нашего сердца. Ибо ярышник, как раз кроваво-красный, это все поддерживает. Но еще, естественно, и шиповничек. Он также красненький у нас. Дает такой красивый цвет. А чем они отличаются друг от друга? Ну, они отличаются, конечно, и по своему там составу биологически активных веществ. Но, тем не менее, они прекрасно друг друга дополняют. И вот шиповничек мы собираем. Сейчас как раз время настает сентябрь. Одеваются перчатки такие, потому что он колючий. И обрываются. А потом они такие ягодки красненькие. Потом надо, значит, чтобы они там подсушились немножечко. Вот когда они подсушатся, вот они уже становятся вот примерно вот такого цвета. Я имею в виду не с точки зрения химического состава. И не с точки зрения, может быть, пользы. А с точки зрения, ну, какой-то такой житийской разницы. Я просто представила себе картину. Моя мама на рынке. Пожалуйста, боярышник, шиповник. Вам что, боярышник, шиповник? Пум-пум-пум-пум-пум. Что? И боярышник, и шиповник. Оба, да? Оба брать. Они прекрасно друг друга дополняют. И значит, что у нас делает шиповник? Вот мы его будем в основном брать как основу для наших напитков в холодное зимнее время. Итак, мякоть. Мякоть, значит, что у нас содержит? Огромное количество витамина С. Причем такого витамина, который активен. И самое интересное, его столько много, но передозировки быть не может. И лучше всего, смотри, вот для того, чтобы получить как можно больше витамина С, его, конечно, лучше всего заваривать на ночь. Мы их берем. Вот сейчас мы как раз это и сделаем. То есть, когда завариваешь на ночь, в чем смысл? Не в том, чтобы ночью энергия Луны повлияла. Нет, просто количество часов. Можно и утром заварить, а вечером пить. И лучше всего это все делать в термосе со стеклянной колбой. Почему? Потому что витамин С, он быстро распадается. А нам надо так, чтобы вроде бы экстракция шла, этого витамина С, биологически активных веществ, но не разрушалась. Поэтому лучше всего его залить в термосе со стеклянной колбой и пусть он настоится в течение ночи. А я вот хочу показать разницу. Может быть, наш режиссер и оператор Олег сейчас увидят. С одной стороны, вот он, боярышник, а с другой стороны шиповник. Казалось бы, они родственники. Смотрите, какие разные. У одного косточка, как у вишенки, а у другого прям вот семена. А эти семена и косточки, они тоже полезные? И семена, и косточки по-своему полезны, но они уже требуют своего собственного применения. Вот смотри, мы в основном используем оболочку и внутренности. Из оболочки извлекаются вот эти биологически активные вещества. И, кстати, давай как раз мы их и нальем. Вот я до этого залил. Что у нас получилось? Ну вот какой он настоялся. Вот правильный цвет такой. Насыщенный. И этот правильный цвет... Такой чайно-шоколадный такой. Вот смотри, мы налили вода, даже пенится. Это говорит о том, что вот этот напиток обладает свойствами, которые будут очищать наше кровяное русло от холестерина, от разного рода отложений. И также шиповник за счет пельмента, который имеется здесь, видите, какой-то пельменчик. Он способен тому, что начинает очищать наши почки. Так, можно я повторю? Если что-то вот пенится, ну я не про пивы, конечно, говорю, а про растения. Вот, допустим, овощной бульон, когда варишь, пена пошла. Вот шиповник настоялся вот с пеной, да? Это значит, что этот продукт, эта еда будет чистить сосуды. Да. Классно. То есть обладает такими мылящими свойствами. Здорово. Вот эта вот как раз мембранка, которая образуется, она хорошо убирает различного рода там грязь в себя, связывает и выводит прочь из организма. Ладно, а про цвет. Почему коричневый такой вот, он как прям вот настойный такой, как вот виски прям какой-то шотландский. Да, виски шотландский. Так вот, как раз и выходят пигменты, и эти пигменты способствуют тому, что они очищают и кровь, и кровяное русло, и одновременно они очищают почки. Одно из лучших средств, которое очищает вот почки, это является как раз шиповник. И причем не просто вот когда мы пьем шиповник из плодов, но еще также корни шиповника. Корни шиповника обладают, замечено в народной медицине, ярким камнедробящим действием. Корни? Да. Именно шиповника? Именно шиповника, да. Вот, вот уже пошла разница, не боярышника, а именно шиповника. Не боярышника, да. А боярышник, когда мы сюда добавляем, кстати, давайте сейчас как раз и сделаем. Что? Мы сейчас сделаем, ну давайте вот так вот, да. Заварим что-то? Да, заварим. Мы возьмем одну часть шиповника, плодового шиповника, можно чуть больше, да? Можно чуть больше, да? Можно чуть больше, да? Вот, и... Боярышник. Ну можно примерно столько же, а лучше половинку боярышника. Это как раз будет средство, которое поддерживает наше сердце, нашу кровеносную систему особенно. У меня смотрели, какие получаются выводы. То есть боярышник, почки, сосуды в том числе. Да. Шиповник, почки, сосуды в том числе. Боярышник, сердце и, конечно же, сосуды в том числе. А сколько он будет настаиваться так? А мы посмотрим, как раз под конец передачи и... Я почему спрашивала про пользу вот этих семян. Если, допустим, мы завариваем, что называется, быстро, может быть, имеет смысл их раздробить? Сами плоды шиповника. Если мы, конечно, завариваем быстро, имеет смысл раздробить для того, чтобы экстракция произошла побыстрее. Ясно. Но если хотим получить полноценное, чтобы всё было отдано от плода, лучше всего, чтобы он в течение ночи побыл. То есть там получается такое мягкое тепло, которое извлекает, извлекает, извлекает и не повреждает биологически активные вещества. И ещё вот мы пока только поговорили о оболочке шиповника, с которого как раз извлекается, и внутренности. Внутренности, сами знаете, они такие... Давайте попробуем. Как маленькие, такая, как стекловато своеобразная. Вот, и если есть эти плоды, то он начинает чесаться язык. То есть ты такой есть, да? Поэтому лучше всего, чтобы всё-таки не дробить, он цельный был, чтобы вот этого компонента, как бы сказать, не было в нашем чае. Что касается теперь вот этих вот семян. Оказывается, семена также обладают очень сильными свойствами. Семя, в первую очередь, несёт жизнь. Поэтому эти семена, особенно вот раздробленные и сразу же применённые, их можно делать следующим образом. Собрать эти семена, значит, на кофемолочке раздробить, ну, поставиться поменьше. И смешать с мёдом. Оказывается, это средство будет омолаживать организм. Почему? Там содержится и витамин Е, и фактор роста, и прочее-прочее, что даёт нам жизненную силу. А мы можем сделать это? Мы это можем сделать. Я могу чуть-чуть повыбирать. Ну, хотя бы вот мне просто интересно попробовать, насколько он может... Насколько? Насколько... Для этого надо высушить хорошенько, конечно, вот эти все семена. А почему они кисленькие такие? Почему они кисленькие? Так они кисленькие из-за того, что как раз вот эту кислинку и даёт витамин С. Так мы только семечки должны в кофе? Желательно, да. А, только семечки. Угу. Мне просто интересно, кисленькая, это вот эта самая стекловата, она кисленькая? Нет, кисленькая как раз у нас... Или семечка. Дело в том, что стекловата, она, говорит, это твёрдый скелет, который придаёт объём этому плоду. Вот. А всё остальное там уже высохло. То есть внутренности высохло. И вот этот скелетный вот эти вот пластиночки, они у нас остались. Геннадий Петрович, а давайте пока попробуем напиток, который-то у вас уже с ночи стоит. С ночи стоит, хорошо. Как вы приговариваете? Мацитова Тица пью тебе с любую благодарностью. Так, мы попробуем его просто-напросто. Напиток кисленький. Кисленький, концентрированный. Да, кисленький, концентрированный. Но он не просто... Не просто кисленький. Но знаете, что есть? Первый же образ парашют. То есть сначала, как парашютист, кисленькость пошла, а потом, как парашют такой... Объёмный, что-то такое сладенькое. Сладенькое. Есть такое сладенькое. Сладенькое такое, какое-то еще суслово есть. Не знаю. Ну, послевкусие такое есть. Немножечко тут терпкого есть при вкусах. Ну, основное это вот как раз кислотерпкие. Вопрос из жизни. Давай. Многие начинают разбавлять детишкам, самим. Вот любят разбавленный. Я очень люблю, например, концентрированный. Мне не надо разбавлять. И это хорошо. Если мы разбавляем, мы ухудшаем качество? Я бы не сказал, что мы особо ухудшаем качество. Но тем не менее. Ну, вот знаешь, из плодовшего полника готовят знаменитое средство для оздоровления печени – холосат. Первый раз слышим. Первый раз слышишь? Первый раз слышим. Ай-яй-яй-яй-яй. Мало интересовала тема оздоровления печени. И смотри, что мы можем сделать для своей печени в домашних условиях? Оказывается, плоды шиповника и настои шиповника прекрасно действуют на печень, прекрасно действуют на желчный пузырь. И вот для того, чтобы это действие было еще более лучшим, мы сюда можем добавить меда. И так, чтобы у нас получился кисло-сладкий напиток. Слишком много меда добавлять, конечно, не стоит, но надо знать пропорцию. Вот, чтобы приятный кисло-сладкий напиток. Что делает еще мед? Шиповник сам по себе, вот такой вот настойчик, да, кислый вкус, он и поддерживает за счет кислого вкуса энергетику печени, он очищает ее. И еще дополнительно, если сюда мы с вами добавляем меда, то получается и такие хорошие, мощные, желчегонные свойства. Сейчас я попробую. Вот. Ну, Танюша, ты уж извини, попробуй из моей кружечки. Что за напиток у нас получился? Ну, это уже прям коктейль. Да, получился коктейль. И когда мы еще здесь завариваем боярышник, у нас получается такой своеобразный настой, который, помимо того, что улучшает работу печени, очищает ее, значит, нормализует желчоотделение, значит, очищает почки, очищает кровяное русло и к тому же еще поддерживает работу сердца. То есть, получается, что с помощью вот такого простого напитка мы с вами можем, ну, действительно, значительно повысить энергетический потенциал организма и прекрасно, значит, прожить в холодное время года. Правила приема есть? Правила приема, конечно, есть. Но тут важно сказать, что передозировки вот нету. Единственное, насчет только сладкого укуса. Если склонны к сахарному диабету, тогда меда или сахара можно поменьше. Кстати, вместо меда, конечно, можно использовать какие-нибудь там джемы, можно использовать, какие-то сиропы. Они также будут хорошо действовать, потому что не всем мед показан. Например, вот я, если часто слишком попью такой чай с медом, у меня может возникнуть и жога. А если, допустим, там, ну, с сахарком, с каким-то сиропом, с вареньем, такого не возникает. Про правила приема я имею в виду до еды, после еды. С чем? Лучше всего пить до еды, как отдельный прием пищи. И, значит, выпивайте. За сколько? За 30 минут нормально? Лучше всего за 30 минут. Достаточно даже за 10 минут. Все это успеет сосаться, рассосаться. И только наш желудок согреется и подготовит органы пищеварения к полноценному приему пищи. А после еды? А после еды? Через час-полтора? Да лучше бы, смотри, какая еда. Если еда будет жирненькая, мясная, то где-то аж через 2, а то и 3 часа. Вот. Потому что тут она находится, жирная пища долго находится в желудке. Просто это важный момент. Некоторые же называют сквозь уши. Типа, я поел, и через 20 минут типа чай. Только вместо чая шиповник. А смысла тогда не будет. Все, о чем вы услышали... Нет, работа будет какая-то полезная. Будет? А какая? Но не такая, как хотелось. Наиболее полезная она будет тогда, когда мы шиповник, настой шиповника с болезнишником примем как отдельный прием. До еды. Хорошо. Натощак. И хорошо еще вечером. Вечером, уже перед тем, как лечь спать, можно, значит, ну, примерно такую кружечку, потому что много не надо. Я подготовила семена. Подготовила. Просто для того, чтобы вот попробовать. Попробовать. Что у нас получится? На кофемолке. Сейчас тогда мы берем кофемолочку. Столовая ложка. Мне очень хочется попробовать это с мёдом. Значит, здесь тогда надо как можно сильнее измельчить. У меня все руки чешутся, потому что это стекловато. Да, 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 да. Кстати, Я помою руки. Не просто они чешутся. Они колются. Съедаем, да, шиповник, особенно там в свежем виде. Он, проходя через весь желудочно-кишечный тракт, значит, чешется у нас и на выходе. Поэтому будьте осторожны с шипунечком. Но зато семена обладают уникальными свойствами. Так, и начнем перемалывать. Убираем. Перемалываем. Получается вообще очень интересное средство. С одной стороны, оно хорошо подпитывает наш организм микроэлементами. С другой стороны, здесь имеются все биологически активные вещества, необходимые для жизни. Поэтому средство получается уникальным. Так, вот мы его измельчили. Вот здесь вот можно смешать. Теперь давайте. Теперь сразу же делайте такую порцию, чтобы вы ее съели. Давайте вот с этим медом. Ну, в смысле, я имею в виду не с сиропом, а с медом. Хорошо. Или с этим, или с этим. Хорошо. Вот этого хватит? Хватит. Давайте. Вот. Значит, сразу делайте такую порцию, чтобы вы ее съели. Вот у нас как раз микроэлемент есть. И мы сюда такая, опа, добавили. Ну, мы же здесь еще съедим с вами. Съедим, я думаю. Еще осталось. Так, теперь все это мы перемешиваем. Ну, это, я уверена, точно надо воспринимать как отдельное блюдо. Такое редкое. Правильно? Это очень редкое блюдо, потому что мы обычно никогда не используем косточки. Мы их там выбрасываем или еще. А в косточках содержится самая полезная, ну, будем говорить, для здоровья части растения. Ну, а саму мякоть, которая осталась от производства косточек, я вот кладу обратно. Вкусненько. Надо было еще немножечко помолоть. И, значит, здесь просто-напросто надо рассасывать. Потому что тверденькие есть. Не глотать, а лучше всего рассасывать. Да? Ну, я не смогу рассасать крупные фрагменты косточки. Ничего, это можно было бы, наверное, проглатить потом или выплюнуть. Слушайте, какие-то прям казинаки. Ну, какие-то казинаки есть. Полезные. Где-то надо было немножечко меньше меда взять. Тогда у нас вкус был бы больше такой. То есть это уже получается такой какой-то... Это для чего? Биологический стимулятор наших жизненных сил. Вообще. То есть как элеутерокок. Может быть даже более сильный. Но действие будет более мягкое. То есть сильно и мягкое. Так сказать, не сразу элеутерококка выпил сразу. О, какой. Ну, вот если в течение зимы мы с вами пропьем вот этот чай с шиповника и боярышника, наше сердечко будет работать великолепно. И мы особо даже и с простудами не будем знакомы. Здорово. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам. Присылайте свои рецепты. Рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч. Продолжение следует...